Жители села Айсары Костанайской области остались без пазвища. У земли, на которой они пасли скот, появился новый хозяин. И теперь гектары с многолетними травами превращают в пашню. Как это произошло и почему представители местной власти не могут ничем помочь, выясняли мои коллеги. На этой земле жители села Айсары раньше пасли домашних животных. Кстати, тут 600 гектаров. Площади хватало всем, поэтому многие скот взяли в кредит по госпрограмме. Некоторое время земля была в собственности у банка. Прежний хозяин не смог вернуть долг. А недавно у участка появился новый владелец. И теперь вместо пастбища пашня. Если бы мы не противились, он бы всю землю здесь перерыл. Ведь сами знаете, на вспаханных участках трава плохо растет. У жителей села в общей сложности 900 коров, 750 баранов и свыше 200 голов лошадей. Люди уверяют, площадь пастбища должна быть не менее 4000 гектаров. А земли сетуют сельчане намного меньше. Вокруг населённого пункта вспаханные участки. Вон там за сараями стоят клетки. Летом травят. Когда поднимается ветер, идёт запах отравы. Здесь живут люди, которые болеют астмой. Особенно им тяжело. Птицы домашние умирают. В прошлом году много козлят погибло. Скот питается отравленными травами. И в этом году умирали животные у соседей. По словам сельчан, хозяин гектаров живёт в городе. Здесь его давно не видят. Люди возмущены тем, что им негде пасти скот. Вся земля, вплоть до границы села, сейчас принадлежит частникам. Правду местные ищут в Акимате. Там обещают помочь. Дальше посмотрим, что получится. Посоветуемся и решим. У нас нет лишнего участка, чтобы отдать его взамен. Давно уже всё перешло в частные руки. Сегодня приезжали руководители из района. Думаем, мы решим этот вопрос. Сиюминутно вернуть землю не получится. Это поясняет власть и противоречит закону. По тематике Куснальского района намерены провести ревизию в ближайшее время. Артём Грапов, Ермек Мухамедьяров. Куснальская область. Хабар, 24.